Дремрод США Дремрод США Дремрод США Доброе утро, господа и хочется верить дамы. Начался, хочется надеяться, еще один прекрасный день в каньонах Юта. Вчера мы только въехали на шоссе номер 9, заехали в каньон Зион или Зайн. Вот, сегодня у нас будет пробег еще меньше, порядка 400 километров. Александр, вы в предвкушении? Я в безумном предвкушении, я уже хочу бежать, ехать, лететь. Тогда я поеду, а ты побежишь, окей? Крутое место, спали как убитые. Да, это факт. Свежий воздух, однако. Блин, какие здесь звезды, народ ночью. Это просто капец. Вот, в общем, сейчас совсем не ранее утро. Сейчас у нас сколько? Десять минут одиннадцатого. Да, десять минут одиннадцатого. Вот, но вчера мы легли в два, поэтому... Вот, Александр молодец, он в очках, а у меня рожа может быть и опухшая. Нифиг бухать называется, на ночь глядя. Это ты алкаш. Да. В общем, вот такие пироги, дамы и господа. А я нет, я свеж, весел. Да, у тебя прекрасный крем под глазом. Хватит меня трогать, все время трогаешь меня. Гомосетина. Тьфу, гомосейки. Все, короче, господа. Погнали. Погнали мы в каньон Брайс. В этой серии будет мало разговоров, зато очень много в прямом и переносном смысле головокружительных видов под приятную музыку. Кстати, по мере нашего продвижения по штатам, менялся и саундтрек поездки. Если в Калифорнии по радио играл хип-хоп, попса и рок, причем зачастую именно калифорнийский групп типа Грин Дэй или Гансон Роза, с ту вьюти я для себя открыл современную кантри. Ну вот сами оцените, а заодно посмотрите на всю эту красоту нашими глазами. Продолжение следует... Знаете, господа, никогда не было столь приятно стоять в пробке при ремонте дорог. Я не могу остановиться это снимать, это капец. Это просто капец. Продолжение следует... Дорога невероятно красива, хотя местами немножко страшновато, потому что часто все эти камни нависают у тебя прямо над головой и, наверное, периодически осыпаются. Мы же тем временем решили, что ехать, конечно, это круто, но надо и ножками хоть немного погулять по этой красоте. Слушайте, ну да, шоссе номер 9, это, конечно, одна из самых красивых дорог, что я когда-либо видел. В принципе, сходная, наверное, только фута в Италии, но там абсолютно другой колорит. Абсолютно. Я прошел буквально пару шагов с камерой, чтобы дать вам понять, как все это выглядит вблизи. Одной из достопримечательностей каньона Зион является вот эта вот штука под названием чекерборд, то есть доска для игры в шахматы. Хотя, на мой взгляд, ничего сверхъестественного, но просто весь Зион можно назвать сплошной достопримечательностью. Ну, конечно, это так слегка по-американски. И 35 долларов за полчаса езды. Нормальная такая платная дорожка получилась. Ну, нам наплевать, у нас и не лбас, но в целом... Блин, ну, я не знаю, по-моему, это все равно охренеть как круто. Да, Сэль. Ради таких видов, ну, это стоит, однозначно, стоит денег. Виды великолепные, сображают. И очень круто, что... Такого нигде нет. Да, ну, наверное, может где-то и есть, потому что мы об этом не знаем. На самом деле, американцы молодцы. Опять же, в таких потрясающих местах проложить такую дорогу красивую. Куча смотровых площадок. Да, места для отдыха, туалета. Можешь остановиться. То есть не надо останавливаться на дороге, искать место, чтобы там закрывать, перекрывать трафик. Все для... Все для удобства. Да, все существует, и не надо ничего придумывать. Покидаем парк Зион. Да, все есть, все придумано, все чисто, ни мусора, ничего, вообще красота. На самом деле, мы проехали, ну, очень маленькую часть этих красот, ведь площадь Зиона почти 600 квадратных километров. Но, как бы не хотелось погулять, надо двигаться дальше, в сторону следующего национального парка – каньона Брайс. Виды после выезда из Зиона перестают быть прям невероятными, но остаются довольно симпатичными. Здесь уже пошли всякие ранчо с ранчо, на которых пасутся быки, коровы, лошади. В общем, реально типа колбойские места. Красиво, на самом деле, очень. Наши друзья до поездки предупреждали нас, что, ребят, когда вы будете в Юте, заправляйтесь на каждой заправке. Полный бак, неполный бак, потому что там очень часто такое бывает, что идут-идут заправки, а потом километров пятьсот их просто нету. Ну, мы постараемся соблюдать их рекомендации. Вот, кстати, к вопросу о стоимости топлива. Это ценник за галлон, ну, то есть, соответственно, где-то меньше доллара залито. И топливо здесь, конечно, прилично дешевле, чем в Калифорнии. Центов, наверное, на 60 где-то, да, за галлон, чем в Калифорнии в Юте дешевле. Вскоре ландшафт начал намекать на красоты, и мы уже думали, что вроде приехали. Казалось бы, один каньон, другой каньон. Какая нахрен разница? А вот нифига. Разница большая. Внимательный зритель, в отличие от нас, наверняка заметил табличку «Красный каньон». Это просто, так сказать, внезапная красота на нашем пути. Но не Брайс, мы еще не доехали. Все вскоре закончилось, а мы ехали в легких непонятках. Вот это аэропорт каньона Брайс. Ну и что, шляпа такая, а давай. Ну, долго наши непонятки не продлились. Вскоре вокруг начался лес, и наконец-то показался пункт оплаты. А через несколько километров сквозь деревья начало проглядывать что-то похожее на правду. Мы поначалу немного разочаровались, ну, по крайней мере, я, потому что что-то едем, лес, 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 лес. Особо смотреть не на что. Ну, как бы... Субтитры создавал DimaTorzok Если дорога через Зион сквозная, то через Брайс дорога не сквозная. То есть ты едешь просто до конца, поднимаешься на самый верх, и все. А потом едешь назад. А мы все думали, почему у нас навигация разворачивает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, господа, ни одни фотографии, наверное, даже видео не передаст вам этого. Смотрите, реально, это на большом экране. Телефон вам точно ничего не даст, ребят. Это, блин, это непередаваемо. Зион и Брайс, они абсолютно разные, абсолютно разные виды. Мне, честно, больше понравился Зион. Ну, вот как-то не знаю. Тебе что? Не, я кайфую. Кайфую, потому что... Не, я тоже кайфую, просто какой больше понравился? Ну, Брайс, он более масштабный. Ну, вот... Зион, он подтягивает только тем, что ты едешь внутри него, и, грубо говоря, ты можешь потрогать руками. Да-да-да, полазать везде. Да, а Брайс, вот он. Но и тут мы умудрились найти тачки. Далласский клуб любителей Ford Model A. Их здесь целая куча, мы штук 10 уже видели, наверное, прикольно. Еще один Fordец. И еще один Fordец. Кстати, вон владелец или водитель этого Ford. Реально, вот почти все, что мы видели, они вот действительно вот такие вот настоящие техасцы. В шляпах. Такие мужики прям. И вон у этого шокер или что-то, или нож на боку висит. То есть, типа, издали можно принять даже за пушку. Такая себе, в общем, тема серьезненькая. Серьезные взрослые дядьки. В очередной раз, порадовавшись купленному Энниу Алпасу, нам не нужно платить очередные 35 долларов за въезд в парк. Мы отправились к конечной точке нашего сегодняшнего маршрута. Каньонок Кэпитал Риф. По абсолютно ничем не примечательным американским второстепенным дорогам. Казалось бы, какая-то вживая, блин, проселочная... Эта проселочная дорога оказалась черным каньоном. Не туристическим, но весьма симпатичным. С несколькими домами, расположенными на расстоянии в несколько миль друг от друга. Видимо, глубокие интроверты. Но вскоре мы оказались на равнине. Вы можете себе представить, чтобы в какой-то просто, ну реально, жопе мира, среди просто каких-то болей, и ничего вообще нет в России, чтобы была вот такого качества дорога. Она, да, идеально, ну это не японский там гладкий хайвей, но, блин, это реально нормальная дорога без каких-либо вмятин. Не то чтобы поражает, но, блин, это реально круто. То, что вот в таких местах, где десятки километров вокруг нет ни хрена, нет связи, кое-как ловит одна радиостанция, ну вот такое качество название. Главное, засмотревшись на ничем не примечательной дороге, не потерять голову. Или что на ней. Вот он, минус каприолета. Александр решил высунуть башку из-за лапаша. Им нахрен сдуло кепку. Александр, осторожно, сзади машина. Александр, вы взбодрились пропежечкой. Вот он, минус мустанга. Сидение откинуто до конца назад, оно на сидение на заднее не ложится. Все отодвинуто, а ноженьки-то согнуты. Неудобненько ездить. Вскоре на пути стали попадаться очень маленькие городишки. Блин, город, городок, три двора. Да, а подишь ты, своя церковь, своя пожарная бригада, своя школа. Блин, обалдеть. Ну, круто, конечно. Дом культуры, да, комьюнити-центр. Блин. А еще даже в самых маленьких все очень ухожено. Что уж говорить о городках на тысячу две населения. Там вообще ощущение, что есть все. Мы же тем временем потихоньку подбирались к месту ночлега на въезде в каньон Кэпитал Ри. Мы доехали до очередной точки на нашем пути. Какой-то микроскопический городок с достаточно дешевыми отелями. Но, блин, какие тут виды. Очередной классический фордец. Любят их здесь. Вот такой вот у нас типичный придорожный мотель. Но есть ресторанчик, есть заправка. А главное, есть вот такой вид. Сейчас пока Александр выковыривает багажник, я быстро-быстро сбегаю наверх. Покажу, где мы живем. Мотель недорогой, но приличный с хорошей оценкой. Наш номер. Все, в общем-то, стандартно. Рабочий стол, две большие кровати, телевизор с приставкой еще с какой-то. Холодильник, микроволновка. Такой вот туалет. Здравствуйте, господа. Тут вот такой шкафчик. Обошлось нам это удовольствие. Сумму чуть более 100 долларов, включая налоги. На выкиньте было 95, ну плюс налоги. Ну, это да. Это, конечно, не самый выпендрежный отель на нашем пути. Ну, блин. Все есть. Все прекрасно. Кондиционер тут без пульта. Вот такой это улдскул. Опять же пофиг. Работает по норме. Все, распаковываемся и пойдем найдем где-нибудь еду. Еще одна американская классика. На нее даже на машинах написано American Classic. Бьюик Сенчери. Блин. Такое только в музеях можно увидеть, а здесь на ней ездят. Просто ездят. Обалдеть вообще. Очередной аутентичный ресторанчик с великолепным видом. Он, правда, на долину. Но можно сесть вот там и наслаждаться видом каньона. Мы опять набрали мясо, опять набрали пиво. Короче, сейчас мы будем выяснять, насколько здесь вкусно готовят. Нам принесли суп. И вот такое. Мы тут же перепугались, что, наверное, это что-то мексиканское и очень острое. Чуваки, это по вкусу реально борщ. Таку сметанки добавить и все. Очень-очень маленькая птичка пьет воду. Это калибри или нет, я не знаю. Ай, полетела. И тут нам принесли мясо. Очень горячее. Размер, соответственно, я думаю, понимаете. И тоже размер. Хочет лапать мою гизу. Соответственно, тоже можно понять. Это нереально вкусно. Я просто... Мясо тает во рту. Просто настолько вкусно. Вот это вот трясню только сюда зря добавляют в виде яблочного пюрета. Вот обычное пюрешко в самый раз. Александр, как вам ребрышки? Не на троечку, как вчерашний стейк. Мы решили под вечер выйти прогуляться, потому что, блин, когда прямо около отеля вот такой вот ландшафт прикольный, хочется по нему все-таки чуть-чуть пройтись. И давай упади. Я тебя здесь и брошу. Так я знал. Нельзя положить нельзя. Нельзя. Деревья с колючками какими-то. Можно туда залезть. Ну, а сейчас полезем. Нахуя непонятно, но полезнее. Ищем нахуй по приключениям, да. Там точно змеи водятся, Саня. Змею. Змеючище. Ой. Так, вот сюда я что-то не очень хочу наступать. Так. Минуточку. С минуточкой. Жгите, Александр. Ну, вид, конечно, изменился кардинально. Загадили все ноги. Я чуть не упал. Сейчас буду мыть кардинально. Но зато мы походили по настоящей красной Американ... По настоящей красной почве американских каньонов. А то мы решили, что мы все на тачке, да на тачке, да на тачке, да на тачке. Да на тачке. Да на тачке. Не, ну, у меня... У меня кирпичного цвета руки, правда. Я не могу трогать. Трогать кирпичи. Не, я еще не дошел до того, чтобы таргать кирпичи. Ну, скоро. Ну, скоро. Скоро. Ой, какая щелочка подходящая. Ладно, надо... Мацион осуществлен. Надо сейчас переходить к посиделкам. Добрый вечер, мальчики и девочки. Здравствуйте, товарищи. В эфире передача «Спокойной ночи, малыши», проводящаяся из штата Юта, района Капитал Риф. Как ты там сказал, кафедральный? Долина, кафедральная долина. Кафедральная долина. На самом деле, сегодняшний день был офигителен. Просто вот прям... Эмоции вот так вот переполняют. Да, то есть... Ну, просто устали. Мы еще тут побегали, погуляли. Змеюку не нашли? Змею не нашли, да, к сожалению. Вот честно, я очень люблю машины. Сашка тоже любит машины. Но вот последние два дня мы, по-моему, получаем гораздо больше удовольствия, чем за предыдущую неделю в Лос-Анджелесе. Это факт. Реально. То есть три каньона... Ну, мы еще этот, конечно, не до конца посмотрели, грубо говоря... Мы только въехали. Но они абсолютно разные. Абсолютно. То есть, ну, прям вот... Поражаешься этому, честно говоря. В Зион, он... Через него вот эта скалозная дорога все нависает над тобой. Так вот эти тоннели. Так прикольно. Потом въезжаешь в Брайс. Там эти виды космические на много-много километров. Въезжаешь в Кэпитал Риф. Здесь красная почва и тоже такие своеобразные... Как... Ну, не знаю, как это назвать. Скалы. В общем, вы поняли. Короче, скалообразование. Камнеобразование. Ну, если есть геологи, пусть нас поправят. Как это правильно? Обязательно кто-нибудь скажет. Ты идиота, два. Вот. Я один. Я не идиот. Я-то не идиот. Да. Ладно. Мы продолжаем свой путь через могучую пятерку Юта. Лошадь ведет себя великолепно. На что я вам еще раз рекомендую. Масло не ушло. Мы проехали 2000 километров под дикой жаре. Да, мы не особо крутим мотор. Как бы в спокойных режимах ездим. Но, блин, Форд не съел масло. Это хорошо. Это круто. Великолепный двигатель. Великолепная машина. Рекомендую. Хватит пиарить. Подумать, что Форд наш спонсор. Нет, к сожалению. Было бы неплохо. Короче, вот. В общем, все прикольно. Все замечательно. Мы продолжаем наше путешествие. Завтра мы еще чуть-чуть посмотрим Кэпитал Риф. И поедем в сторону еще двух каньонов. И потом нас ожидает гора Эванс. Но это уже будет послезавтра. И мы приедем, в конце концов, в Денвер. Мы летим в Чикаго. И дальше продолжаем вас радовать по большей части контентом автомобильным. Вот такие пироги. Большое спасибо, надо сказать. Валерий. Валерий, ты красавчик. Большое спасибо, что помогаешь нам. Без него. Надо, кстати, знаешь что? Надо где-нибудь найти что-нибудь скрипящее и смазать. У нас просто вот как назло. Очень хочется его продемонстрировать в действии. Мустанг-то великолепенно. Мустанг новый. Мустанг не ломается. Мустанг новый. Отели у нас не убитые. Поэтому вот как только найдем что-нибудь скрипучее, обязательно... Мы полетим с Денвера в Чикаго. И будем мазать самолет. Обмажем самолет Валерой. Огромное спасибо компании ВМП Авто. Парни, не забывайте, пожалуйста, ходить по ссылкам в описании. Не обижайте Валеру. Каждая серия Дримроуда выходит на сутки раньше, чем у нас на сайте ВМП Авто. Так что стоит тоже туда заходить, а вы что-нибудь и прикупите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте адекватные комментарии. Адекватные, я подчеркиваю, комментарии. Вы можете на самом деле про нас думать плохо. Но пишите хорошо. Все, господа. Мне надо еще чуть-чуть поработать. Мы отвалимся спать. Завтра мы встаем пораньше. И отправляемся... Чтобы приехать попозже. Да. И дальше через Кэпитал Риф мы отправляемся в Каньон Лэнс. Пока. В следующих сериях Дримроуд США мы закончим проезд могучей пятерки Юты посещением Кэпитал Риф, Каньон Лэнс и Аркс. И направимся в Денвер, штат Колорадо, чтобы посетить местный Пайкспик гору Иванс и перелететь в Чикаго. Не переключайтесь.